Капалабхати Пранаяма Продувание переднего мозга Процесс очищения передней части мозга за счет быстрого дыхания через ноздри с упором на выдох. Хатха-йога Прадипика Быстро выполняйте вдохи и выдохи, подобно кузнечным мехам. Это называется Капалабхати, и это разрушает все расстройства, вызванные слизью. Последняя из шести шатхарм Капалабхати в трактате Херанда Самхита упоминается как Пхалабхати. Пхала и капал означают череп или лоб. Слово в Пхате означает свет или блеск, великолепие, а также восприятие и знания. Капалабхати представляет собой технику Пранаямы, которая оживляет мозг и пробуждает дремлющие центры, ответственные за тонкое восприятие. Ее также называют техникой очищения передней части мозга. Она похожа на практику Бхастрика Пранаямы, за исключением того, что выдох является более выраженным, а вдох – результатом давления воздуха снаружи. В обычном дыхании вдох является активным, а выдох – пассивным. В этой практике все делается наоборот. Выдох становится активным, а вдох – пассивным. Процесс дыхания должен напоминать работу кузнечных мехов. Когда меха сжимаются, воздух выталкивается. А когда они раскрываются, воздух всасывается в них благодаря возникающему в них вакууму. Точно так же, когда вы вдыхаете в капалабхати. Это должно быть реакцией на принудительный выдох. В Бхастрике выдох и вдох равны, но в капалабхате это не так. В Бхастрике выдох. Капалабхате – очищающая капала череп. Эта пранаяма очищает носоглотку, а также влияет на головной мозг. Она снимает умственное утомление. Помогает очистить энергетические каналы. Она является одной из шести действий хатха-йоги. Хотя многие йогины относят ее также к пранаяме. Практика благоприятно воздействует на налобные доли мозга. Она предотвращает монораджию, то есть построение воздушных замков, мечтаний, думы о прошлом и мечты о будущем. Практика этой шат-кармы приносит спокойствие от духа, увеличивает поток крови в мозг и удаляет плохую кровь. Эта практика чистит легкие из живот и, следовательно, освобождает от таких болезней, как астма, активизирует анахата-чакру, сердечную чакру, повышает интеллект и умственные способности, делает ум спокойным. Те, кто страдает от сердечных заболеваний, высокого кровяного давления, вздутия живота, эпилепсии, тошноты или слабости, не должны выполнять это упражнение. Это хорошая практика для начала медитации и кундалини-йоги. Плавные вдохи и резкие выдохи всегда выполняются животом. Начинаем с 10-15 раз и доводим до 50-120 вдохов-выдохов. Делаем выдох резко, как выпускаем стрелу. Вдохи и выдохи через нос. Концентрация на голове. Капалабхати – очищение нашей внутренней энергии. Волна вверх – очищение головного мозга. Ничего не визуализируем. Работаем с тем, что реально происходит. Прислушиваемся к своему ощущению. Все тоньше и тоньше. Остановка дыхания – отлично. Это то, к чему мы стремимся в практике праная. Когда практикуем пранаямы, следим, как меняется наше внутреннее состояние после той или иной практики. Стараемся делать спокойно, расслабленно. Даже если где-то напрягаемся, не должно быть перевозбуждения. Плавный вдох, резкий выдох. Лицо расслаблено. Выдох за счет мышцы живота, а не носа. Происходит импульс вверх. За счет импульса происходит как бы сокращение мышц головного мозга. Идет обновление крови в головном мозге. Идет очищение носовых пазухов. Но идет более тонкое очищение. Очищаем нашу нервную систему. Нашу психику. Например, если вечером не можем успокоиться, практикуем капалабхати. Или утром проснуться, привести себя в порядок, в тонус с помощью такой практики. Будет очень полезно. Когда заканчиваем, может быть ощущение «дышим кожей». Но у каждого человека все индивидуально. Прислушиваемся к своим ощущениям. Все тоньше и тоньше. Прис measurements. Присаживаем. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...